Доброе утро! Я буду сейчас собираться по ночи. Моя косметичка, мне подарили очень милую сумочку. И там внутри куча барахла. Здесь даже лежат еще вот такие вот жвачечки с гудотамой. Просто с собой ношу, чтобы в случае чего освежить дихианец. В Японии покупала. У меня есть офигенная подводка для глаз в стиле Sailor Moon. Заказывала, правда, с Amazon, но вообще она японская. Где-то есть и Lauder, где-то Catrice, Benefit, Kylie, японская всякая Buda Labuda, еще и MAC. Вот, моя любимая косметичка на данный момент. Красимся. Просто обожаю это сочетание. Огромная кисточка для бронзатора. Удобно носить какой-то бронзер. И делать контур. Так вот, чих-очих-очих. Так, работа не спит. Надо ответить. Ага. Я, кстати, уже накрасилась. Решила сегодня сделать красную помаду, хотя почти вообще не крашу губы никогда. За редким случаем немного делаю там карандашом каким-нибудь матом. Красные губы, яркие губы почти никогда не делаю, потому что как-то я себя чувствую очень обремененно. И, значит, из-за ряда вот это все размажется. Все грязные. Я, кстати, поглядела этот образ у Кортни Кардаши. Она была в таком образе. Я подумала, так, повод, хотим попробовать поносить красную помаду. Вот, вот. Причем в моем воображении по памяти она там выглядела потрясающе хорошо. Типа с иголочки. Сейчас смотрю это и думаю, помимо того, что у меня есть комплексы, я еще и завышенно как-то потом думаю о тех людях, которых ставлю себе в пример и думаю, что их не достичь. Ну что, я тысячу раз успела сожрать свою помаду, и так как мне мама сказала, что мне не идет красная помада, я не знаю до конца, сниматься ли мне или нет. Короче, но сет готов. Свет, камера, ну а здесь вот я буду сидеть. Только нормального пуфика у меня нет, поэтому сидеть буду на стремянке. Так как мое удобное кресло, оно обладает огромной спиной, которая просто закрывает весь фон. Я тебя люблю, но ты немножко бестолковая. Обложила себя любимыми вещами, всякими вон красивыми... Как это называется растение? Ичгульда, предположим. Это растение я назову Артемка. Хотела сначала назвать Антоном, но мы уже знаем, кого так зовут. Любимый Нинтендо, в который я рублюсь периодически. Ну и в целом тоже какие-то всякие цветочки. Ее все так красненькое, уютненькое. Если вы не знаете, на что я снимаю и как, то будет ссылочка вниз в описании на ролик, где есть вся очень важная информация. Так как многие спрашивают, будут ли какие-то встречи, помимо этого, будут ли какие-то активности. Будут, потому что я участвую теперь в KFC Battle. Это огромный проект, в котором люди талантливы будут соревноваться в различных категориях и стезя. Я буду наставником от категории блог. То есть буду судить талантливых ребят, которые только-только новички в сфере блога. Сам приз заключается в том, что победителям будет дана возможность поехать в Москву потусить со мной с другими талантливыми ребятами. Такими же, как вы, если вы победите. Потому что самый главный приз, это не просто встреча со мной, хотя это тоже приятный бонус. Главным призом в конкурсе будет годовое продюсирование твоего блога, одной из самых крупных продюсерских компаний в России. То есть тебе последствия будут помогать, помимо того, что ты заслужил уже какой-то титул, продвигаться и быть популярным. Подскажу вам парочку советов, объясню вам, что и как я снимаю. Конечно же, в своих роликах я не рассказала все секреты, как и что я снимаю. Так что лично я смогу что-нибудь открыть, полить со своим каким-то восприятием мира, блогинга. Поэтому я думаю, что это классная возможность потусить с вами. И еще у меня будет возможность путешествовать по России. То есть в рамках этого проекта я, возможно, буду видеть вас в разных городах на отборочных турах. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно снять короткое видео. И главное, вам нужно быть новичком, а не профессиональным блогером. В этом видео вам нужно показать максимально свои таланты, на что вы способны, и показать ваше желание участвовать в конкурсе. После чего вам нужно будет зарегистрироваться на сайте kfcbattle.com и залить туда свой ролик. Ссылку я оставлю внизу в описании, так что участвуйте. И надеюсь, я вас скоро совсем увижу. И увижу еще больше русских городов. Это не может не радовать, потому что я очень люблю летать где-нибудь в какие-нибудь города и встречать вас, потому что все люди в каждом городе разные. Ну а я сейчас буду снимать свое профессиональное, очень важное видео. Нет. Я, наверное, час потратила, чтобы здесь все выставить. Меня бесит все. Вплоть до красной помеды. Ну что, еще один очередной интересный день. И вы даже не представляете, куда я сейчас направляюсь. Сказать, что я волнуюсь и при этом пытаюсь выглядеть профессионально и держать себя в руках, не сказать ничего. Пойдемте надирать задницу. Ну или во всяком случае не давать, чтобы вам надрали свою. Почему я так нервничала, я вам сейчас покажу. Я думаю, что многие из вас хотели задать вопрос своему любимому блогеру. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Катя. Я бы хотела... Вы слишком высокий для моего влога. Спросите у вас парочку вопросов. Наверное, всех интересует вопрос, на какую камеру вы снимаете свои блоги. Ну, я снимаю на ту камеру, которая снимает меня в эту секунду. Хорошо. Сейчас я вспомню следующий вопрос. Я вот сейчас снимаю влог для своих подписчиков. Скажите, а вы планируете открыть второй канал, где будете вести влоги для своих зрителей? Я не готов пускать оператора в свою жизнь в квартиру. Скажите, Сергей, а вот мне нравятся ваши сапожки. Где можно такие достать? В Москве этот бутик называется Садовод. А я думала Болинсиага. Спасибо большое. Спасибо, Катяш. Спасибо. Если что, я вам ссылочку скину. Запустите у себя. Да. Я для этого здесь и стою, собственно. Я пошла скину. Спасибо. А этого парня я знаю. Никогда не знаешь, что понадобится в сумке. Это помада от Лили Синкс. Я не знаю, как правильно у нее фамилия произносится. Короче, Супервумен. Я все уронила. И, собственно, не повезло ее взять с собой. Где она опять? В сумке полного барахла. Потому что именно этой теперь помадкой нарисовали мне индийский знак на лбу. Так что, барахло полезно. Не забудьте передать Евгению Бэткомедиану благодарность за ваш телефонный номер. Паучики, пау-пау. И, собственно, все. Я закончила. Отправляюсь домой в область. И сейчас будет полная задница по пробкам. Как хорошо, что в своем огромном рюкзаке, полном барахла, захватила с собой Нинтендо. И если будут ставить пробки, будут гонять. Марио. Субтитры сделал DimaTorzok